Молоко с особенной отметкой на упаковке появится на прилавках магазинов уже в следующем году. В лексикон производителей и покупателей постепенно входит новый термин – маркировка. В чем заключается суть пилотного проекта для Казахстана? В первую очередь – это оценить саму нагрузку на бизнес, как это будет сказываться на самом предприятии. Но пилотному проекту рады не все отечественные предприниматели. Что называется, посчитали, прослезились. Если применить все пять этапов внедрения маркировки, то себестоимость продукции по каким-то видам отдельным может повышаться до 29%. В качестве примера эксперты приводят ситуацию с маркировкой обуви. Ее также внедрили в рамках договоренности ЕАЭС, и цены подросли. Тем более рынок Казахстана не такой объемный, как, например, российский. Гораздо более восприимчив к любым изменениям. Объем производства обработанного молока в республике за 8 месяцев 2021 года составил 404 886 тонн. Маркировка молока уже действует в России и Белоруссии. В этих странах предприниматели разделились на две стороны. Одни утверждают, что маркировка – удар по кошельку бизнеса, другие – что нововведение облегчит жизнь добросовестным производителям. Какой тезис верный и для чего вообще нужна маркировка отечественной молочной промышленности? Расскажем сегодня в программе. Все началось в 2019 году, когда страны ЕАЭС договорились об общей маркировке товаров и продуктов питания. Сначала были шубы, потом обувь и вот теперь молоко. Казахстан уже работает по новой системе, правда, пока в пилотном режиме, в отличие от России и Белоруссии. Где производители в этом году начали вводить новшества? Партнеров по Евразийскому союзу, кстати, поэтому приводят в пример отечественным бизнесменам. Мол, вот, работают же. Дело в том, что, видите, данное решение сказывается, как на других государствах, членах ЕАЭС. Если какой-то государственный член ЕАЭС на своей территории вводит обязательно маркировку, то если мы будем экспортировать туда свою продукцию, мы тоже должны экспортировать уже маркированную продукцию. По данным Российского комитета статистики, результаты использования цифровой маркировки в России и Белоруссии показали, что можно избежать существенного подорожания продуктов. И ключевое слово тут – существенного. Потому что подорожание будет в любом случае. Главное, чтобы скачок цены не вызвал очередного витка инфляции. Какая будет цена в итоге? В этом вопросе сейчас очень сложно что-то сказать, насколько она увеличится. Ну, примерно и расчеты, которые проводились институтом экономических исследований, бизнесом, что они где-то около 10-30%. На предприятиях озвучили и те новые статьи расходов, которые повлечет за собой маркировка. Приобретение оборудования и программного обеспечения, которое позволит считывать штрих-код на упаковке. Расходные материалы и привлечение новых работников. Оплата единому оператору за каждый промаркированный экземпляр продукции. Мы в рамках вот этого пилотного проекта проводили такие исследования. В частности, на Востоке предприятия. Они практически закончили пилотный проект. И у них получились очень серьезные цифры удорожания. Производитель продукции в Восточном Казахстане, о котором говорит директор Молочного союза страны, от интервью отказывается, как и остальные участники эксперимента. В отраслевом ведомстве нежелание общаться с прессой объясняют непониманием ситуации, как работать дальше. Ведь даже сейчас, когда еще нет повышения цен, а отечественная продукция на отечественном же рынке уже проигрывает в стоимости. У нас на рынке, примерно, вы же видите, мы покупаем масло, допустим, Петербайловское 840 и Белорусское 840. И Российское примерно так же. То есть сам рынок подравнивает вот эту разницу. Но не факт, что вся неказахстанская продукция, что продается в Казахстане, завезена сюда легально. Если это так, то вполне объяснима низкая цена импортной молочки. Серый рынок давно демпингует отечественный. И хотя производят в стране молочной продукции уже значительно, часть потребностей казахстанских потребителей все равно закрывает импорт. Объем импорта обработанного молока в республике за 6 месяцев 2021 года составил почти 12 тысяч тонн. При этом в Казахстан стали больше привозить кисломолочной продукции. Рост больше, чем на 5%, а также увеличился ввоз сыра и творога. И по мнению разработчиков проекта, маркировка позволит отследить исходные данные о товаре. Когда, где, кем и из чего он был произведен. Но есть еще один нюанс. Пока Казахстан не сделал маркировку у себя обязательной, любой иностранный производитель может ввести свой товар к нам без маркировки. А вот казахстанский экспортер продать свою молочку в России уже нет. Тут есть, конечно, свои тонкости. Допустим, мы не можем сегодня продукцию, которая идет на экспорт, не маркировать, потому что она просто тогда не будет принята для оборота в России. Поэтому мы считаем, что экспортная продукция, которая идет на экспорт, она будет маркироваться. Но это уже будет выбор предприятия. Оно будет считать, что ему выгодно. Остановить этот процесс, не экспортировать этот вид продукции, либо идти на затраты для того, чтобы не потерять российские рынки. Это решение в Союзе называют важным и подчеркивают, что в профильных министерствах и ведомствах с ними согласны. Чтобы не переводить вопрос маркировки из плоскости экономической в плоскость социальную, в стране решили ввести компромиссный вариант. В этом отношении Казахстан занимает довольно прагматичную позицию. Мы провели ряд совещаний с министерством сельского хозяйства, с бизнесом. И мы смогли доказать и убедить наше министерство сельского хозяйства, что обязательно маркировка молочной продукции, не нужно ее применять для продукции, которая будет производиться для внутреннего потребления. Известно, что маркировать будут молоко, сливки, йогурт, кефир, творог и сливочное масло со сроком хранения более 40 суток. А чуть позже и продукцию со сроком хранения до 40 суток включительно. Маркировка не коснется молочного питания для детей до 3 лет. Не будут проставлять цифровые метки и на остатки товара, который завезли ранее, и продают на развес, например, брусками сыр. Но в любом случае изменения коснутся большей части отечественного рынка. Мы неоднократно рассматривали данный вопрос с бизнесом, с правительством, к примеру, начиная, наверное, с того года. О том, что, да, действительно нужна поддержка тем предприятиям, которые будут переоборудовать свое производство, потому что данное оборудование очень дорогое. Этот вопрос будет прорабатываться и в дальнейшем. Но для того, чтобы нам понять, какая государственная поддержка нам нужна и сколько ее нам нужно, нам нужно будет завершить пилот. Ожидается, что со стороны государства для производителей молочной продукции будут предусмотрены специальные меры, которые позволят обеспечить компенсацию от 50 до 80% затрат на маркировочное оборудование. Вся нагрузка ложится именно на производитель. В части нанесения кода Датаматрикс, а также заполнение необходимых средних товаров. На правительственном уровне уже неоднократно был озвучен вопрос о поддержке отечественных товаропроизводителей. Рассматривается в настоящий момент именно о доверии такие товарные группы, как фарма, молочная продукция в том числе. То есть предполагается в рамках господдержки компенсация затрат. Все данные по окончательной стоимости нововведения, мерах поддержки государства и этапах введения маркировки в молочной промышленности страны. Отечественная аудитория узнает только после окончания пилотного проекта, в котором в качестве испытателей маркировки участвуют шесть отечественных производств. Итоги работы вместе с подсчетами затрат эти компании обещают представить общественности уже к концу ноября. Редактор субтитров А.Семкин